Всем привет, вы находитесь на канале Компьютерной Радости и с вами как всегда Вадим. И сегодня я хочу вам показать как у нас обновился Яндекс Дзен, то есть теперь там новая версия, новый интерфейс. Давайте туда сейчас перейдем и посмотрим. Вот я перешел на свой Яндекс Дзен и теперь вот так вот он у нас выглядит. Здесь у нас расположена аудитория подписчика, баланс, бонусы. Чуть ниже у нас расположена статистика и наши последние публикации наших видео. Последние комментарии и новое в журнале Яндекс Дзен и много пустого места. Очень хорошо сделали. Теперь давайте разберемся по пунктам. Как видите у нас здесь главное, публикации, статистика, монетизация, кармы, фанатики и рекламные компании. Давайте нажмем публикации. Вот мои публикации на этом ресурсе и вот мои видео. Если мы нажмем вот на эти три точки, которые у нас расположены напротив видео, здесь у нас можно отредактировать, посмотреть статистику, продвинуть и удалить видео. Также здесь можно нажать все форматы, статьи, видео, галереи. Ожидают публикации. Давайте нажмем сюда. Вот у меня ожидают публикации две штуки. Давайте нажмем также на три точки. Вот здесь можно отредактировать, посмотреть статистику и удалить. И черновики. У вас нет черновиков, тут будут отображаться материалы в работе и еще не опубликованы. Если нажать на кнопочку создать, здесь можно загрузить статью, галерею или видео. Теперь давайте посмотрим на статистику. Вот у нас статистика, статьи, видео, трансляции, галереи. Тут можно выбрать то, что вы хотите. Также можно здесь выбрать за какой период нам могут показать отчет. То есть вот нажимаем на 90 дней, все время другой период, 14 дней или 7 дней. Тут уже сами выберите. Также здесь можно просто нажать другой период и выбрать за какой период вам покажут вашу статистику. Коммерческие виджеты аудитория канала и компании. Также здесь можно скачать отчет и канал. Теперь давайте перейдем во вкладку монетизацию. Вот моя монетизация. Хоть здесь ничего не тронули, как говорится. Теперь давайте посмотрим на карму. Здесь у нас отображается карма за неделю. Ну тут все по старому осталось. Также есть здесь фанатека. Можно воспользоваться этой музыкой, которую нам здесь предлагают. Здесь вот как видите все жанры можно выбрать. Точно как на ютубе. Только я не советую блогерам с ютуба пользоваться этой фанатекой. Также у нас есть здесь рекламные кампании, но я туда не буду заходить. Очень удобно расположить кнопка помощь. Сразу когда заходите на главную страницу, ее видно. То есть можно нажать и обратиться в техподдержку. И также чуть ниже у нас расположена строка настройки. Если сюда нажать, у нас всплывает окно с нашим каналом. То здесь можно поменять уже шапку, аватарку, название, описание. Если у вас есть ютуб канал, обязательно вот в эту строку необходимо указать свой ютуб канал, откуда вы берете видео и закачиваете на Яндекс Дзен. В правом верхнем углу у нас расположилась вот такая кнопочка плюс. Если мы сюда нажмем, у нас здесь можно загрузить статью, галерею и видео. Здесь у нас расположен мессенджер. Вот так вот он выглядит. Также здесь приходит уведомление, если вам пришли комментарии, нажимаете сюда и можно здесь отвечать. И также если нажать на свою аватарку, здесь можно перейти на мой канал, посмотреть предупреждения какие-то за нарушения, также обратиться в помощь, вернуться в Дзен. Здесь пока можно включить старую версию Дзен студии, добавить пользователя и выйти. Вот такой вот сейчас у нас новый интерфейс Яндекс Дзен. Если кому то видео пригодится, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.